Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И это еще один дубль по съемке видео, потому что я купила новый микрофон и не могу с ним пока что справиться. Так, значит, что будет в этом видео? Это видео будет типа такого небольшого эпизода. Расскажу вам, над чем я работаю, покажу готовые игрушки, покажу работы под 3D принтера, покажу книгу, которую вы сейчас перед собой видите. Я эту книгу уже дала достаточно долго. Наконец-то она вчера ко мне приехала, и поэтому я хочу похвастаться, что у меня теперь в коллекции есть просто жемчужина. В моей коллекции, в моей библиотеке по вязанию не только игрушек, но и вообще изделий у меня есть книги. И по вязанию спицами, и по вязанию миниатюры тоже, там брошек всяких. В общем, библиотека у меня очень большая по вязанию. У меня есть очень старые книги. И вот даже я вам сейчас покажу, вот, например, вот такие старые книги. Здесь кройка шитье, правда, но есть и по вязанию также. Вот, поэтому, ну, а эта книга, конечно же, просто жемчужина в моей коллекции. И я ее вам немножко покажу. Также я вам расскажу о своих планах. Так, и на этом, наверное, все. Давайте приступим. Я так понимаю, что с микрофоном мы подружились. И я думаю, что звук будет немного лучше, поэтому можно продолжить. Итак, ко мне вчера приехала книга от моей любимой Настеньки, от Анастасии Кирсановой, Нэнси Упс, которая научила меня вязать миниатюру, которая меня в этот мир привела. И в этом мире я осталась. Значит, миниатюру я начала вязать до 2019 года. В 2018 я пробовала вязать маленькие игрушки из ириса, но именно из мулине я начала вязать игрушки в 2019 году. В начале года Настя выпустила свой первый мастер-класс по вязанию зайчика, который тоже есть в этой книге. Вот, поэтому для меня эта книга очень дорога. Давайте немножко я вам покажу. Покажу какие-то развороты, не все. Ну, пару штук покажу. Итак, книга по размеру не очень большая. У меня вот остальные книги, которые по амигроме, они по размеру чуть повыше. Но она такая толстенькая и оформлена, конечно, безумно красиво, очень вкусно и мне нравится. Вот, значит, Настя мне прислала книжку с автографом, и я покажу вам содержание. Значит, здесь это, как вы обратили внимание, полный практический курс по микровязанию крючком. То есть здесь книга не просто с мастер-классами, а здесь книга о том, как выбрать крючок, как выбрать пряжу, как постепенно начать вязать миниатюру, то есть не бросаться сразу в омут с головой, а именно начать с каких-то постепенных этапов. Вот, также очень здесь классно расписано, как должно быть оформлено рабочее место, потому что вязание миниатюры очень сложно и для нашей спины, для нашего опорно-двигательного аппарата. Также очень важно следить за тем, чтобы наши глазки были в безопасности. Кстати, вот часто мне задают вопрос, бежу ли я под лупой. Я уже в предыдущих видео говорила, что приобрела себе лампу с лупой, и я пользуюсь этой лампой просто как лампа, потому что я не могу использовать лупу. У меня очень сильно напрягаются глаза, и я не могу вязать. Для того, чтобы пользоваться лупой, нужно пересилить себя, какое-то время использовать именно этот дополнительный инструмент, и глаза потом привыкнут. Но я не спешу с этим, потому что у меня слабой степени миопия, то есть я вдаль вижу плохо, вблизи вижу очень хорошо. И, соответственно, пока я вижу петельки, и пока я могу вязать без очков, без лупы, без чего-то еще, я буду продолжать вязать без этого инструмента. Вот. Так, значит, давайте дальше. Также здесь, как вы можете прочитать, основы вязания, то есть там воздушная петля, как обычно во всех книгах есть. Это нужно, потому что у кого-то есть книги по вязанию, в библиотеке уже другие, а кто-то просто увидит эту книгу, купит, у него ничего нет, как вязать, куда бросаться, с чего начать. Тут тоже это все есть. Оформление, сборка просто потрясающе, безумные, классные части этой книги. Советую тоже их почитать. В общем, я советую купить эту книгу в библиотеке. Она должна быть у тех, кто вяжет игрушки, а те, кто не вяжет игрушки, для вдохновения, потому что здесь безумно красивые фотографии, тоже советую приобрести. И здесь вы видите практически все мастер-классы, которые есть. То есть мастер-классы здесь все обозначены, но еще в упражнениях есть мастер-класс по вязанию божьей коровки и мастер-класс по вязанию маленького мухоморчика. Вот. Значит, один из частных вопросов, которые я получаю в последнее время под разными видео, это мастер-класс на вязание зайчика. Спрашивают, где купить, как купить, продайте и так далее. Это мастер-класс Анастасии Кирсановой. Я вязала по этому мастер-классу зайчиков из мулине маленьких, вот как они здесь представлены, вот именно этот мастер-класс. И также вязала из ириса. Они получаются чуть больше. Из мулине 2,5 см, из ириса 5 см. Вот такие вот мастер-классы. Ну и давайте покажу вам немножко разворотов, так, чтобы не нарушать авторские права, поэтому я вам сразу буду показывать на разворотах. Развороты очень красивые, потому что здесь использованы Настя на фотографии. Настя занимается художественной фотосъемкой, ну как я понимаю. Себя она называет «человек с фотоаппаратом». Она очень красиво фотографирует, она очень насмотрена, она следит за другими фотографами, что я, например, не делаю. И, конечно, ее фотографии – это отдельный вид искусства. То есть миниатюра просто их дополняет, а фотографии – это как отдельное невероятное просто... Я даже не знаю, как описать. Я балдею от фотографий. У меня же последнее время фотографии я просто делаю, чтобы... Ну, просто не художественную фотографию я делаю. Я, в принципе, никогда этим не страдала. Потому что, когда я пыталась сделать что-нибудь такое вкусное, красивое, у меня ничего не получалось. Это занимает много времени. За это время я могу связать полигрушки, пока это все выставишь, пока выставишь свет, пока поймешь, как настроить фотоаппарат. Хотя вот когда я была в гостях у Насти, то, конечно, когда она это делает, это все буквально в течение, не знаю, минут десяти она там может выставить всю вот эту вот красоту, которая будет на заднем фоне. Потом сделать несколько снимков. И все они просто прекрасные, превосходные. У меня так не получается. Но, опять же, над этим нужно работать. Для меня проще связать игрушку, чем ее отфотографировать. Поэтому я просто делаю, показываю и сблизи фотографирую максимально близко, чтобы показать, что вы получите, что в итоге. И все на этом. На заднем фоне ничего нет. И вот такой разворот вам еще покажу. Еще в конце книги здесь есть такие моменты, подсказочки по оформлению. Тоже очень интересно было почитать. Я книжку получила вчера, хотела сегодня распаковать на видео, но не выдержала. Распаковала я ее вчера и пролистала ее полностью, каждую страничку, посмотрела мастер-классы. Я эти все вязала. Я тестировала эти мастер-классы, кроме морковочки, по-моему, и мухомора. Я, по-моему, просто прочитывала упражнения, а морковочку почему-то не тестировала, не помню. Вот. И поэтому на мастер-классах я не останавливалась и, в принципе, знаю, что они в себя содержат. Мне было очень интересно почитать вот эти вот части, там, эти сборка, там, эти оформления. Вот. Снова обновить эту информацию сюда в голове было очень круто. В общем, вот такая вот книга. Я очень рада. Вот. Главное, не сомневайтесь в себе, и все обязательно получится. Вы знаете, я смотрела ленту в YouTube, и там было такое видео с названием «Этот секрет я узнавал в течение 30 тысяч часов или 300 тысяч часов». Я уже не помню, какое число именно там было. И я такая думаю, даже смотреть бессмысленно это видео, понятно, что если ты хочешь, ну, там, про успех, как добиться успеха, и этот секрет, типа, мужчина узнавал 30 тысяч часов. Так вот, чтобы что-то делать классно, над этим нужно работать. И через какое-то время будет получаться все круче и круче, лучше и лучше. Поэтому вот в том видео, которое осталось без звука, я говорила о том, что когда в 2018 году я связала первого зайчика своего из мулине. Кстати, давайте я, наверное, вам его покажу. Не из мулине, а из ириса. Вот такой вот зайчик. Значит, когда я его связала, ну, это было, конечно, очень тяжело. Сами видите, он такой получился достаточно стрёмный. Я потом еще белого вязала. Из белой пряжи это вообще было тяжело. Я помню до сих пор ощущения, которые у меня были. Мне очень болели руки, потому что здесь очень маленькое количество петель. И все детальки было сделать сложно. Ну, как видите, у меня получилось. Этого зайчика я оставила себе на память, как первый шаг в миниатюру. Ну, и сейчас вы, в принципе, в последнем видео видели, что у меня получается на данный момент. И это все благодаря тому, что я ежедневно, изо дня в день, час за час, минута за минутой, я делаю то, что мне нравится. И, конечно, мой опыт растет. Мои оточенные движения больше становятся. Это вот когда я этого зайчика вязала, у меня очень болели руки. Но потом со временем руки не болят. Болят руки, если ты начинаешь вязать большие игрушки. У меня очень устают руки, потому что там нужно делать больше амплитуда в кистевом суставе. И мне начинают ломать руки, когда нужно связать большую игрушку. Для меня это очень сложно. Легче мне связать маленькие игрушки. Если вы вдруг решите заниматься миниатюрой, попробовать вязать, то если руки заболят, это ничего страшного. Просто им нужно отдохнуть. То есть вы там связали, допустим, голову, руки начинают болеть. Все, отложите на несколько часов, не на несколько часов, так завтра продолжите вязать. То есть постепенно, потому что по-другому никак. А еще хотела сказать про книгу. Я, например, сейчас вяжу игрушки. У меня самые маленькие. Ну вот здесь самая маленькая получается морковка и утенок. И здесь очень маленькие глазки. То есть на Алиэкспрессе я покупаю глазки 2 миллиметра. И они там есть. Можно выбрать и помельче глазки, чем 2 миллиметра. Их нужно, конечно, подбирать, чтобы они были ровненькие. В книге есть мастер-класс, как делать глазки самостоятельно. Причем можно контролировать изготовление. То есть от 1 миллиметра до 2 миллиметров. Зависит от того, какого размера вы вяжете игрушку. Например, вот для таких маленьких, как 1 сантиметр, полтора сантиметра. Я сейчас очень много начала вязать игрушек полтора сантиметра. То есть я уменьшаю схему. Вяжу по другим немножко схемам. И там я использую глазки меньше. Если таких глазок нет, то благодаря этой книжке вы можете научиться делать глазки самостоятельно. Наверное, про книгу это все, что я хотела вам рассказать. Так, значит, дальше про что я вам расскажу. Я вам расскажу про то, что я занялась снова 3D-принтером. У меня тут такая коробочка перемотана сиена разных цветов. И сюда я сложила, вот я напечатала на 3D-принтере. У меня были распечатаны горшочки. И вчера я их покрасила. Вот такие у меня горшочки получились. Я их красила краской-спреем. Как видите, она у меня неравномерно прокрасилась. Я сначала думала, что это как изъян. Надо, наверное, лучше прокрасить. Причем, смотрите, вот этот получился матовый. А вот эти какие-то глянцевые получились. Но я решила оставить так. Мне кажется, что так они более натуральные, чем полностью покрасить. Чтобы они были однотонные. В таком виде они мне нравятся больше. Потому что сюда дополнительно ничего не нужно красить. Раньше я красила сразу, изначально сама. То есть я красила в коричневый цвет. Добавляла темные оттенки. Черные, темно-коричневые. И потом еще белые оттенки сухой кистью добавляла. Чтобы и состарить. И как бы это красиво выглядело. Сейчас я, наверное, с этими горшочками ничего не буду делать дальше. Для того, чтобы удешевлять свои работы. Потому что слишком дорого вкладываться в такие элементы, как упаковка, дополнительные какие-то аксессуары. Я не хочу. Это увеличивает стоимость игрушки. И, соответственно, снижает возможность покупки этой игрушки. Чем дороже стоит, тем реже ее покупают. Ну, понятное дело, что если ты продаешь дороже, ты зарабатываешь якобы больше. Но я сейчас опять пошла по пути. Больше сделать дешевле, чем ждать, когда купятся те, которые я сделала очень детализированные. Вот я делала на выставку, которая в августе была. Я делала игрушки достаточно дорогие. У них там много всяких элементов. И из десяти до сих пор у меня осталось шесть игрушек. До сих пор они не продаются. Я уже выступила на всех площадках. Я уже даже скинула цену. Я делаю на них скидки. Они не продаются. Но я думаю, что они продадутся. Потому что некоторые игрушки спустя год-полтора все-таки находят домик свой. Вот я думаю, что они все-таки найдут. Вот такой еще горшочек вам покажу. У меня здесь произошел подтек, когда я окрасила. Ну, тоже выглядит интересно. Потом на этой фактуре можно нарисовать какие-то цветочки. Вот, например, я в таких горшочках отправляю ромашки. Вот как в мастер-класс. В книге есть мастер-класс. И сюда вот можно нарисовать, не знаю, там ромашку, какую-то бабочку, божью коровку, просто цветочки, какой-то орнамент нанести. И будет красиво. Эту я печатала. Две штучки у меня было. Я сюда садила большую ромашку, которая была связана из ириса. Так, значит, еще у меня были распечатаны... Сейчас покажу. Не могу достать. В общем, там я не достану. Тоже коричневого цвета я распечатала. Вот такие вот... То есть у меня есть коричневого и серого цвета. Это мисочки для собачек. Видите, у меня их тут достаточно много. Также здесь я покрасила вот такой вот ангелочек. Он был простого белого цвета. Можно было его белым и оставить. Но я решила его покрасить. Еще у меня есть вот такой кувшинчик. И что-то еще было. Была... Сейчас, если найду... А может, и не найду. Очень маленькая. Вот она деталька. Это как такое ведерко. Вот. И детальки. Я просто экспериментировала, брала большие детали. Я пока не умею рисовать для 3D-принтера. Все собираюсь изучить, как это делать. Но на это тоже нужно время. Сейчас... Сейчас я не планирую далеко. Пока есть возможность. Есть планы определенные на доходы и потом на расходы. Поэтому все силы уходят на то, чтобы сейчас поднакопить денег. Сделать такую подушку безопасности. Потому что не знаю, что будет завтра. Мы просто живем сегодняшним днем. Сегодня экономим, чтобы на всякий случай, мало ли, на завтра денег нам хватило. Так. И еще вот к теме того, что я хочу удешевлять упаковку, так скажем. Я решила сама делать орешки для драконов. Я... Ну, не только для драконов. Просто у меня сейчас выставлены в магазинах, где я даю игрушки на реализацию. Выставлены только драконы в орешках. Я еще хочу божью коровку. И гномики в орешках тоже есть. Вот. Я решила делать снова орешки сама. Раньше я покупала у Кристины сани, бани. Но это удорожает моей игрушки. В общем, я решила здесь и сейчас работать, как я уже объяснила. Поэтому я делаю сама. Значит, делаю я достаточно просто. Просто чищу орешек, делаю на завязках и с другой стороны тоже на завязках. Есть у меня орешки, которые на магнитике. То есть завязка с одной стороны, со второй стороны магнитик. И только один орешек я сделала у меня полностью на магнитиках. Потому что у меня, когда я делала отверстие, чтобы сделать здесь завязку, пошла трещина. И я вот так вот оформила. Вот. В общем, делаю орешки, чтобы было дешевле. Вот. С орешками тоже такая ситуация интересная. Они, во-первых, я поняла, что есть двух видов. Есть вот, если вы обратите внимание, вот эти орешки, они более такие фактурные. И есть более гладкие орешки. И вот в гладких орешках есть вот эта часть, которая идеально подходит для магнита, который можно спрятать, чтобы потом на магнитике прикреплялось. Либо вот как в этом орешке. И тут у меня получилось два магнитика спрятать, чтобы работали. То есть тоже вот эта вот часть. Вот. Ну, а с орехами пока я тоже изучаю материалы, как правильно их разбирать. Потому что, когда я не сильно увлекалась делать орешки, там пару штук получится сделать ровненько и хорошо. Если не получается, ничего страшного. Тут я целенаправленно купила как-то орехи. Я начала их разламывать для того, чтобы очистить. И получалось так, что у меня практически каждый второй, то есть очень часто они ломались неправильно, некрасиво. И мне приходилось их выкидывать. Хотя я понимаю, что их можно было бы оставить. Но так как я решила вот именно придерживаться такого простого, лаконичного варианта, то мне нужно было именно, чтобы они ровненько разламывались. Вот. Так, это по орешкам, что я вам хотела рассказать. Дальше я вам расскажу о готовых работах. Пока я поняла, что видео было без звука, я закончила уже котенка. У меня были еще вчера связаны детальки для него. Вот такой вот черный котенок. И он будет в коллекцию вот таких игрушек. Значит, здесь у нас призрак, который светится в темноте. Ниточку, которую я использую светящуюся, это вот такая ниточка Гутерман Силки. Надо будет мне приобрести еще одну бобиночку, чтобы было на всякий случай. У Гутермана, по-моему, 6 цветов, если я не ошибаюсь, таких светящихся ниточек. Голубой, розовый, персиковый, зеленый, такой нежно-фиолетовый, пиреневый и белый. По-моему, так. Вот. Также такой ниточкой я вязала вот такой скелет. Здесь у него исполнена голова из такой ниточки и вышивка. Но вышивка в темноте как-то плоховато светится, а голова светится лучше. Так, дальше. Вот такая у меня летучая мышь. У летучей мыши сделана проволока в ручках, для того, чтобы она могла расправлять и сгибать свои крылышки. Ушки я раньше первой мышки делала по-другому. Сейчас делаю ушки побольше. Посмотрела на фотографиях, что у достаточно большого количества мышек все-таки ушки большие. Но есть, конечно, и с маленькими ушками. Но вот решила с большими делать. Ну и моя любимица. Это тыквочка. Вот такая милая малышка. Тоже пока что играюсь со схемой. То делаю голову чуть побольше, чуть поменьше. Это все связано с тем, что здесь технически сложно делать утяжки, чтобы она была вот такой формы, как тыковка. Потому что делается это все в одну ниточку малине. И, соответственно, периодически у меня она рвется. Становится обидно, потому что нужно зафиксировать тот кусочек, который оторвался, фиксировать заново ниточку. И это делать очень сложно. Потому что делается уже на закрытой детальке. Вот такая у меня коллекция Хэллоуина. Я знаю, что многие из русскоязычных мастериц не очень понимают этот праздник, вообще не понимают этих монстров делать. Но так как я работаю сейчас на зарубежный рынок, то, соответственно, я подстраиваюсь под их запросы, под их интересы, под их культуру. И, соответственно, делаю то, что им больше вызовет у них интереса. Приведу такой пример. Вы в прошлом видео, которое я выпускала, или в прошлом? В прошлом, по-моему. Да, в прошлом видео я вам показывала, что я делала 10 зайчиков миниатюрных. Я их готовила для Нового года. Думала, что вот отдам эти игрушки для реализации в магазин. И они там будут продаваться, потому что там уже Новый год, следующий год зайца. И, соответственно, у меня их быстренько купят. Но не тут-то вышло. Дело в том, что зарубежная аудитория, она не празднует по китайскому календарю Новый год. Для них основной праздник – это Рождество. Соответственно, нужно ориентироваться именно на рождественские какие-то элементы. А вот зайчики не зашли. Я не расстраиваюсь, что они у меня лежат. Ну, как бы да, они сейчас лежат в магазине там и не будут реализованы в ближайшее время. Но, тем не менее, у меня уже есть 10 игрушек на Пасху. Пасха тоже будет. Поэтому потихоньку продадутся. Калуин уже закончился. Сегодня 2 ноября. И это просто вот такой запоздалый получается вариант. Я сейчас также делаю разные коллекции. Наверное, это правильно сказать, если по-русски говорить, в магазинах, где я продаю. Там это называется цеты. То есть продаю по несколько игрушек в одном... Один товар идет для того, чтобы их удешевить. И, соответственно, покупателю выгоднее было купить, например, 3 игрушки, чем одну игрушку. В общем, чем по одной покупать, собирать самому какую-то коллекцию, я уже изначально формирую коллекцию и продаю в таком сете. То есть у меня вот есть сет значит, котик там, тыквочка и привидение. Вот такой вот. И так как у меня вот сейчас в наличии есть все эти 5 игрушек, я еще дополнительно сделаю варианты покупок. То есть сделаю, во-первых, те магазины, которые я сама веду, я сделаю варианты, чтобы можно было выбрать, кого-то заменить, то есть чтобы покупатель сам выбирал, какие 3 игрушки он хочет. Будет вариант, что все 5 можно будет купить и будут варианты, можно будет по отдельности покупать. По 3, я думаю, будет нормально. То есть либо 3, либо 5 игрушек, сразу все. Вот. Значит, по поводу планов. Дальше вот я видео сниму, буду монтировать, буду вязать дракона. Значит, у меня будет синий дракон, зеленый животик и такие темно-фиолетовые крылья и вся остальная вышивка. Такого дракона у меня еще не было. Вот. Будем такого дракошу создавать. Драконы получается в 2020 году я вязала очень много драконов, потом был спад, их практически не покупали очень редко. В этом году вот только сейчас, к концу года я стала вязать много драконов. У меня даже на руках как-то было 5 драконов. Так, что еще по ведению социальных сетей и по площадкам. Значит, где я сейчас работаю? Я веду Инстаграм, я веду Пинтерест как свою соцсеть, как Инстаграм тот же самый. Я веду ТикТок, я шатковалка веду Ютуб, очень редко снимаю видео, выгружаю какие-то там работы есть. Кстати, я загружала видео с котенком, которого я связала для своей младшей дочки. Она очень сильно просила. помнила, что еще вам показать. Значит, младшая дочка попросила связать котенка. Я вам оставлю ссылку, если вы хотите посмотреть. связала его из Аделия Бэби Той. Это аналог Сиены. Схемы нет. Просто создавала как есть. Там разные детальки вязала, постельку. Давно обещала у старшей средней дочки. Есть такие домики, у младшей не было. Я все откладывала, откладывала. Но больше откладывать некуда. Вот связала, чтобы у нее был такой домик. А для младшей дочки у нее скоро день рождения. Я связала вот таких божьих коровок. Она любит фиолетовый цвет, поэтому связала фиолетового цвета. Вообще она просила одну божью коровку, но в такой клончик поместились две. Вот я сейчас вяжу такие маленькие игрушки. она по размеру 15 миллиметров полтора сантиметра. Вот такие божьи коровки. Схемы моя, схемы нету. Вот и такой кулончик. Ну и останется такой кулон еще сделать для младшей дочки. еще маленькая. Для старшей дочки я в этом году ей на день рождения подарила лисичку в таком кулоне. Вот для будут позже коровки. У меня есть кулон с красным мишкой. Тоже я для себя сделала такой кулон. Ну и для младшей дочки попозже тоже сделаю такой кулон, чтобы у нас у всех были такие вот классные кулончики. вот значит по площадкам я рассказывала в предыдущих видео где я продаю предыдущих видео это смотрите где-то за весну начала лета то что я снимала там я прям список писала где я работаю на каких площадках в принципе все осталось то же самое какие-то площадки вообще полом стоят и ничего нет какие-то немножко работают какие-то в общем лучше какие-то хуже какие-то вообще не работают но я все равно и там и там и там работаю работаю очень много очень много вяжу стараюсь вязать минимум одна игрушка лучше если у меня выходит две игрушки связать вчера например был такой совсем продуктивный день но я в принципе связала игрушки которые много времени не затрачивается это был вот привидение скелет и еще связала детальки для черного котика поэтому на сегодня у меня уже черный котик готов и я думаю что я успею еще и дракона связать дракон занимает очень много времени потому что там много мелких деталей которые нужно сделать много пришивать много вышивать собирать детали голова достаточно большая то есть там по времени много это все занимает поэтому работаем очень много ну и есть у меня несколько магазинов которые работают по типу реализации что я называю по типу реализации это значит что мне предложили выставлять в магазинах моей работы и под процент конечно процент не маленький но в любом случае это лучше чем ничего поэтому я вяжу туда во первых я в те магазины отправила все свои работы которые были в наличии чтобы они были там то есть они есть в наличии но находятся не у меня и некоторые работы я потихоньку добавляю что я их могу связать на заказ но конечно по времени доставки по времени изготовления я говорю что это будет очень долго потому что почта работает очень плохо сейчас на данный момент работаем именно так ничего не сделаешь есть возможность работать работаем пока возможность есть ну а там посмотрим что будем делать вот значит когда будет следующее видео я не знаю посмотрим я благодарна всем кто подписывается потому что приходят новые подписчики не знаю откуда вроде бы видео не выгружаю а подписчики прибавляются огромное огромное вам спасибо спасибо большое всем кто остается со мной кто давно подписан огромное спасибо вам за ваши лайки за ваши комментарии за вашу поддержку вы очень классная адекватная публика ваши комментарии в большинстве случаев это конечно же бальзам на душу огромное вам спасибо за то что вы поддерживаете я стараюсь вас вдохновлять сейчас то что я хотела рассказать по обучению вы можете смотреть мои предыдущие видео есть мастер классы которые очень подробно я рассказываю как оформлять я делаю на это огромный акцент потому что связать игрушку это одно оформить это совсем другое поэтому если вам интересно смотрите предыдущие видео я сейчас просто не вижу смысла повторяться и рассказывать что-то новое пока зрею на какие-то уроки на какие-то мастер-классы возможно в будущем через какое-то время я не могу сказать когда точно через год два пять десять я уверена что я приду в обучение то есть пока я набираюсь опыта пока я смотрю что работает что не работает потому что иногда какие-то моменты выстреливают у меня вот это получается можно было бы объяснить в следующий раз я начинаю это использовать и у меня ничего не получается поэтому я оттачиваю свой навык до сих пор оттачиваю работаю на мастерство ну а дальше уже когда прям буду мастером тогда я уже буду с вами делиться своим опытом для того чтобы вам было проще какие-то моменты изучать и намного быстрее чем это получается у меня все еще раз спасибо за внимание увидимся с вами в новых видео до новых встреч и пока-пока пока Продолжение следует...